Мудрые дети – это совместный проект двух девушек, которые однажды встретились и поняли. Они обе неравнодушны к миру стариков, эмоции, взгляды на жизнь и ощущения которых по-детски наивны и непосредственны. Работы Елены Пантелеевой выполнены в жанре репортажной съемки. Бабушки и дедушки не позируют в кадре, они в нем живут. Лена регулярно посещает дом престарелых, чтобы проникнуться мыслями и чувствами героев своих будущих работ. Только исключительно доброта, тепло от общения с ними. Я впервые попробовала морковный чай. Они очень добрые, готовы всем делиться последней печенькой, последней конфеткой. Приобрела новых друзей в доме престарелых. Так что мы с Ксенией ходим, иногда в гости к ним общаемся, дарим вкусности, чтобы они не грустили. Графические листы Ксении Новиковой – это поиск и нахождение нерушимых духовных связей стариков и их внуков. Здесь изображены ситуации, подсмотренные Ксюшей жизнью. Еще в детстве образ бабушки стал для нее чем-то особенно важным и близким. Мы с двоюродным братом однажды решили сделать доброе дело. Мы подметали садовую аллею венчиками, были маленькими детишками. И за нами все это время наблюдала пожилая женщина. И она так наблюдала, наблюдала, потом подошла и сказала, что она добрая фея, и то, что вы хорошие дети, и подарила нам небольшие подарочки. И вот этот образ пожилого человека, пожилой бабушки, как доброй феи, он тоже присутствует в моем творчестве. В художественный музей приехали все – и стар, и млад. На открытии выставки – угощения, цветы, стихи и песни. Но главное – ощущение тепла и заботы, которые так необходимы мудрым детям. Очень приятно, что о нас не забывают, что мы нужны даже в таком возрасте. И дай бог им дальше заниматься этим, любить стариков. Я думаю, что все это очень хорошо, это нужно. Хочется верить, что подобные встречи будут проводиться чаще, а молодые и талантливые станут связующей ниточкой между такими разными по возрасту, но близкими по духу людьми.